МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионер рассказал, что к 2020 году планирует запускать на орбиту многоразовые корабли Нью-Глен. Кроме того, Безос намерен создать новую ракету для колонизации Луны совместно с НАСА. Впрочем, и без американского космического агентства он от этой идеи не откажется. Предприниматель готов потратить на этот проект более 133 миллиардов долларов. Безос считает, что в первую очередь осваивать стоит не Марс, как планирует Элон Маск, а именно Луну. Также на спутнике Земли стоит развивать тяжелую промышленность. Это выгодно, так как есть много энергии. По его словам, это единственная возможность снизить потребление электроэнергии и нагрузку на экологию планеты. Джефф Безос представил модель агрегата, который за один раз может перемещать на Луну более пяти тонн груза, а в дальнейшем транспортировать туда людей. Ранее Blue Origin провела первое и успешное испытание своего супербитального корабля New Shepard. Команда успешно провела запуск и посадку корабля, включая приземление для манекена Crew Capsule 2.0. В рамках программы цифровизации Казахстана предстоит решить множество амбициозных и весьма нетривиальных задач. Они должны повысить уровень жизни населения, сделать экономику страны мощнее и успешнее. К примеру, цифровизация поможет вывести горнометаллургический и обрабатывающий сектор на качественно новый уровень. Вот какие мероприятия планируются в рамках программы. Создание Института промышленной автоматизации и цифровизации. Принятие мер поддержки по цифровизации предприятий. Льготное кредитование, лизинг и так далее. Выход на полный функционал системы цифровой рудник на пилотном проекте Казатомпром Сауран. Внедрение технологий интеллектуального месторождения на предприятии ТО Казгер Мунай, три месторождения Акшабулак, Нуралы, Аксай. В 2019 году должен состояться запуск трех модельных цифровых фабрик, обрабатывающая промышленность, машиностроение, химия, металлургия и так далее. Внедрение информационной системы цифровой рудник на трех рудниках АО Казатомпром. Внедрение информационной системы интеллектуальное месторождение на десяти месторождениях АО Эмба Мунай Газ, Озен Мунай Газ и Каражан Баз Мунай. Цифровизация технологий на крупных и средних предприятиях достигнет 3%. В 2022 году внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях должно быть на уровне 11%. Экономический эффект по проектам цифровизации крупных горно-металлургических компаний до 2025 года составит 348,6 миллиарда тенге. На одном из крупнейших металлургических предприятий Казахстана подходят к завершению испытания технологии переработки низкосортного сырья при помощи выщелачивания. Рабочее название установки гидрополимет. Завод в миниатюре функционирует в одном из цехов металлургического комплекса Усть-Каменогорска. Через два года здесь построят огромный завод по переработке низкосортного сырья по технологии гидрополимет. Эта разработка казахстанских металлургов позволяет уменьшить потребление дорогостоящего кислорода в 10 раз по сравнению с уже существующими методами. Она уникальна тем, что дает возможность извлечь из сырья все присутствующие в нем компоненты. Мы уходим от пирометаллургии, то есть как очень значимого экологического аспекта. То есть мы не выщелачиваем концентраты, перерабатываем концентраты гидрометаллургическим методом. Следовательно, уходим от выбросов газа. Сама технология заключается в подготовке концентратов, то есть механоактивации, это ультратонкому измельчению. Далее его выщелачивание в серно-кислых растворах с подачей туда диспергированного кислорода, то есть мелкораспыленного кислорода. Система распыления, которая применяется в процессе, есть главная на уха у металлургов. На одном квадратном сантиметре поверхности умещается около тысячи мельчайших отверстий, через которые и распыляется кислород. Это помогает быстрее и качественнее растворить полезные элементы и отделить их от примесей. Это несет большую экологическую нагрузку в плане снижения эмиссии. Это снижение выбросов диоксида серы и образования парникового газа. С помощью технологии атмосферного выщелачивания из низкосортного сырья, которое в мире мало кто умеет перерабатывать, металлурги будут получать золото, серебро, свинец, медь и цинк, а из остатков извлекать ряд уникальных компонентов. Редактор субтитров А.Семкин